На сегодня ликвидация статуса ИП происходит только по решению самого предпринимателя, то есть он пишет соответствующее заявление о прекращении деятельности в данном статусе и предоставляет его в налоговую службу. Однако с 1 сентября вступает в силу изменения Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно которым налоговая может самостоятельно исключить из единого госреестра индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили свою деятельность. То есть в течение последних 15 месяцев они не предоставляли налоговую отчетность и имеют недоимку и задолженность по налогам. Только при одновременном соблюдении этих условий предприниматель может лишиться статуса ИП. При этом надо отметить, что в данном случае, если ликвидация индивидуального предпринимателя произведена по решению регистрирующего органа при наличии этих условий, то в течение последующих трех лет гражданин не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Добавим, что в случае, если гражданин не желает терять статус индивидуального предпринимателя, ему необходимо представить налоговую отчетность и погасить задолженность по налогам. Если регистрирующий орган все же принял решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из единого госреестра, то у заинтересованных лиц есть всего месяц, чтобы исправить ситуацию. Если в течение этого периода никаких заявлений от предпринимателя или его кредиторов не последует, будет принято окончательное решение о ликвидации ИП.